Мальчишка-то умненький такой вот, вот бегал. Внучку мою спрашивал, когда приедет. А внучка вот приехала, а где, говорит, Коля? Тоже, вот, плачу. Сегодня в селе Шереметьевка плачут все. Здесь последние полгода жил семилетний Коля со своими родителями. Веселый, умный, с добрыми глазами. Так о нем вспоминают соседи. Жизнь ребенка оборвалась на отдыхе в Сочи. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как он идет с бабушкой по затопленной после дождя улице. Мальчик убегает вперед и падает в ливневую канаву. Убитая горем Нижнекамка кричит, зовет на помощь, а потом прыгает в ливневку за внуком. Спасти ребенка так и не удалось. Его тело обнаружили в открытом море. Как сообщает наш собственный источник, мальчик погиб во время падения. Он получил травму головы, несовместимую с жизнью. Скорбим сильно. Это же ребенок ужас просто. Скорбит весь Нижнекамск в 60-м детском саду, куда ходил мальчик. Все в шоке. Как такое могло произойти с их Колей? Воспитатель Лилия Ахметова вспоминает, что он был очень любознательным и смышленным мальчишкой. Он очень добрый, всеми любимый мальчик был. Любил играть в игры, подвижные игры. Легко входил в контакт с детьми. Родителям хочу выразить соболезнования от лица нашего коллектива и от воспитателей. Это большое горе. Во всех храмах и церквях города и района прошли панихиды по погибшему мальчику. Десятки прихожан молились за семилетнего Колю. Он был из верующей семьи. Учился в воскресной школе. Хотели попросить всех помолиться о мальчике Коле и о его семье, чтобы Господь помог им поддержать их своими добрыми словами, молитвами. Кто знает особенно, семья Мальковых. Свои соболезнования семье погибшего мальчика выразил мэр Нижнекамска Айдар Медшин. Это горе, которое очень трудно описать словами. Обрывалась жизнь ребенка. Сегодня каждый житель нашего города и района скорбит вместе с родными и близкими погибшего мальчика. Примите от всех нижнекамцев искренние слова поддержки и глубокие соболезнования. Знайте, что мы рядом и готовы оказать всестороннюю поддержку. Эта трагедия вызвала бурное обсуждение среди пользователей социальных сетей. Всех интересует одно, почему Ливневая канава была открыта. Ничем не прикрытое место, дыра. Запросто можно провалиться. Как так все открыто? Почему нет решетки? Это ведь места отдыха для приезжих туристов. Все должно быть продумано. Почему дети страдают из-за взрослых? Почему нельзя было оградить эту яму? По словам пресс-службы администрации Сочи, Ливневая канава, куда упал мальчик, должна быть открыта. Это единственный способ избежать потопа во время дождя. Наличие каких-либо решеток не предусмотрено проектом. Отсюда возникают новые вопросы. Почему нет предупреждающих знаков и как туристы должны знать о наличии открытого сооружения? Непонятно. Сегодня родные, друзья и соседи простились с Колей. Отец мальчика вместе с бабушкой, которая выписалась из больницы, привезли тело в Нижнекамск. Похороны Коли пройдут в Оксубаевском районе на родине родителей. Через месяц мальчику исполнилось бы 8 лет. В этом учебном году он должен был пойти в первый класс. Альбина Валеева, Евгений Лзаев, Новости НТР.